Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Сегодня вы сделали выбор в пользу программы «Психология и педагогика начального образования». Эту консультацию для вас проведу я, руководитель программы, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии предметных методик Кудинов Владимир Валерьевич. Сегодня на консультации мы поговорим о процедуре проведения экзамена, мы поговорим о ключевых вопросах, входящих в тест, который вам предстоит сдавать. Это вопросы в области педагогики, в области психологии, в области федеральных государственных образовательных стандартов и вопросы в области методологии и методов психолого-педагогического исследования. Перейдем к особенностям проведения процедуры тестирования в 2020 году. Как и в предыдущие два года, вступительные испытания проводятся в форме компьютерного тестирования. Особенностью компьютерного тестирования в этом году станет то, что оно пройдет в удаленном режиме, и вы сможете пройти вступительные испытания по нашей программе удаленно со своих домашних или рабочих компьютеров. Тест, который вам предстоит сдать, состоит из 50 вопросов. Время, которое вам отводится на проведение данного теста, составляет 1 астрономический час. Каждый правильный ответ приносит вам 2 балла. Для того, чтобы поступить на бюджет, конечно, вам нужно набрать как нужно больше баллов. А проходным баллом, установленным в нашем университете, является 40 баллов, что позволяет вам продолжать участвовать в конкурсе на бюджетное место. При прохождении тестирования вам встретятся вопросы разного типа. Это закрытые вопросы с выбором одного или нескольких правильных ответов, это вопросы на установление соответствия, и это вопросы на упорядочивание, то есть определение правильной закономерности или последовательности. При прохождении тестирования прошу вас обратить внимание на один нюанс, так как встречаются вопросы с частицей «не», которая обычно нашим сознанием не воспринимается. И здесь будьте внимательны для того, чтобы правильно и корректно ответить на данные вопросы. Сейчас для вас на экране представлен один из таких вопросов. Перейдем к обзору вопросов по психологии. Данные вопросы состоят из вопросов по общей психологии, возрастной психологии, психологии личности и педагогической психологии. Достаточно большое количество вопросов в тесте вам может встретиться на познавательные психические процессы. Это ощущения, восприятие, память, мышление, воображение, речь. Вам следует знать не только основные определения данных понятий, но также и их функции, и свойства, и характеристики данных познавательных процессов. Также хотелось бы обратить ваше внимание на учение Льва Семеновича Вогоцкого о высших психических функциях. При повторении вопросов из курса «Психология и личности» следует обратить внимание на такие понятия, как задатки и способности, на понятие эмоционально-волевой сферы развития личности, на понятие мотивов и мотивации, потребностей и так далее. В вопросах возрастной психологии вам следует обратить внимание на периодизацию психического развития Данила Борисовича Эльконина. В этой периодизации представлены не только возрастные периоды, которые им были выделены, но и также ведущий вид деятельности, направленность ведущего вида деятельности, а также психические новообразования для каждого возраста. Следует обратить внимание особо на период младшего школьного возраста и новообразование младшего школьного возраста. Далее перейдем к вопросам по педагогике. Они представлены блоками из общей педагогики, истории образования и педагогической мысли, теории обучения и теории воспитания. Существенными вопросами для подготовки к вступительным испытаниям являются вопросы о целостном педагогическом процессе. Здесь важно не только знать определение целостного педагогического процесса, но и иметь представление о его закономерностях, о его особенностях, о принципах целостного педагогического процесса. При ответе на вопросы данного плана следует ориентироваться и на то, что на сегодняшний день ребенок позиционируется как активный субъект собственной деятельности. Эта позиция является немаловажной для того, чтобы корректно ответить на ряд вопросов. Как я уже сказал, достаточно большое количество вопросов направлено на закономерности целостного педагогического процесса, которые связаны с условиями жизнедеятельности ребенка, которые связаны с закономерностями обучения и воспитания, которые обусловлены сущностью самого педагогического процесса. Работая с литературными или интернет-источниками, хотелось, чтобы вы обратили внимание также и на принципы целостного педагогического процесса. Немаловажным здесь является принцип научности, принцип связи теории с практикой и так далее. Говоря о теоретической составляющей педагогической науки, остановимся на концепциях воспитания и теориях обучения, в рамках которых также предложены ряд вопросов во вступительном тесте. В числе некоторых концепций воспитания, сформировавшихся в период 90-х годов прошлого века, хотелось особое внимание заострить на идеях Надежды Егоровны Щурковой, Владимира Абрамовича Караковского, Олега Семеновича Газмана, Михаила Иосифовича Рожкова и других педагогов. Рассматривая вопросы дидактики, следует обратить внимание на теорию развивающего обучения Льва Семеновича Выгодского и его последователей, теорию поэтапного формирования умственных действий Петра Яковлевича Гальперина и Нины Федоровны Талызиной, теорию проблемного обучения Михаила Николаевича Скаткина и других, а также теории личностно ориентированного обучения Ирины Сергеевны Екеманской и Евгении Васильевны Бондаревской. Что касается раздела «История педагогической мысли», то здесь хотелось бы обратить ваше внимание на жизнь и деятельность таких мыслителей прошлого, как Ян Амус Каменский, Ягант Генрих Пестолуце, Фридрих Адольф Вильгельм Дистервек, Василий Александрович Сухомлинский, Константин Дмитриевич Ушинский и другие педагоги. Отдельного внимания заслуживает теория развивающего обучения Льва Семеновича Выгодского. Согласно его представлениям, обучение не плетется в хвосте развития, а ведет за собой развитие, как он говорил, вызывает к жизни и приводит в движение ряд таких внутренних процессов развития, без которых развитие человека, развитие ребенка сделалось бы вообще невозможными. Обратите, пожалуйста, внимание на его учение о зонах умственного развития. Вы должны иметь представление о том, что такое зона актуального развития, зона ближайшего развития. Сейчас на слайде вы видите основные характеристики каждой зоны развития, которые были выделены Львом Семеновичем Выгодским. Отдельная группа вопросов в нашем тесте будет посвящена Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования. Для подготовки к вопросам в этой части вы можете обратиться к концепции Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, к фундаментальному ядру содержания общего образования, к концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Также следует обратиться и к первоисточнику, однако здесь я рекомендую вам обращаться только к последней актуальной версии Федерального государственного образовательного стандарта. В частности, мы говорим о Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования и его последняя редакция от 31 декабря 2015 года. Азбука из стандарта является представление о совокупности требований. Это требования к структуре основных образовательных программ, это требования к условиям реализации основных образовательных программ и требования к результатам освоения основных образовательных программ. Следующим важным моментом в понимании Федеральных государственных образовательных стандартов является наше с вами представление о планируемых результатах освоения основных образовательных программ. К числу планируемых результатов освоения основных образовательных программ Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты. Следует знать не только определение этих понятий, но и также их содержание. Говоря о личностных образовательных результатах, следует понимать, что они включают в себя личностные универсальные учебные действия, такие как самоопределение, смысл образования и действия нравственно-этического оценивания. Что касается метапредметных образовательных результатов, то к числу их относят регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия. Последнее, на чем мы с вами остановимся, это круг вопросов, посвященных методологии и методам психолого-педагогических исследований. Работа магистранта непосредственно связана с проведением научного исследования, поэтому представления о логике проведения научного исследования в области педагогики и психологии, о этапах проведения психолого-педагогического исследования, являются особенно значимыми при подготовке магистранта. Что касается логики проведения психолого-педагогического исследования, здесь стоит сосредоточиться на основных компонентах педагогического исследования, таких как, например, цель исследования, объекты предмета исследования, гипотеза задачи исследования. Достаточно важным для проведения психолого-педагогического исследования является наше представление о методах исследования. Все методы исследования можно условно разделить на две большие группы. Это методы теоретического исследования и методы эмпирического исследования. Сейчас на слайде вы видите перечисления и примеры некоторых методов исследования. Особое внимание я бы хотел, чтобы вы уделили таким методам исследования, как наблюдение и эксперимент, которые наиболее часто используются в психолого-педагогической науке. Уважаемые абитуриенты, надеюсь, что данная консультация была для вас полезной и позволила сориентироваться во многообразии тех вопросов, которые вынесены в программе вступительных испытаний. Сейчас на слайде вы видите координаты, по которым можете связаться со мной, а также координаты приемной комиссии, по которым вы можете уточнить интересующий вас момент относительно поступления в наш университет. Желаю вам успешного поступления. До встречи в аудиториях университета. Продолжение следует...